Продолжение следует... 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 Вы знаете, я неделю был в Луганске после захопления службы безопасности Украины. Я говорил с многими местными людьми, афганцами. Я говорил с лидерами тех сепаратистов, которые были в средине службы безопасности Украины. И я могу сказать ответственность. Если бы не было отключения третьей стороны ФСБ, ГРУ, офицеров, которых наша служба безопасности арештовывает, если бы не было влияния из России, из Кремля, Путина, если бы не было третьей силы, мы без любых проблем нашли бы понятие. Потому что все мы, граждане Украины, независимо от того, где мы живем, в Донецке, в Львове, в Киеве, и мы находим это понятие, когда мы говорим между собой, как граждане Украины. Проблема есть там, когда включается третья сторона. Проблема там, когда появляются приезжие спецназовцы, засланные козачки, которые, маніпулирующие на эмоциях, которые, маніпулирующие на политических поглядах граждан Украины, провокируют протистояния, провокируют кровопролетие. Мы для них всех чужие. Наголошу еще раз. Независимо от того, че мы в Львове Петровске, в Павлограде, че у Львове. И тот факт, что они ставят перед собой жёнок и детей, он демонстрирует. Это зневага до наших граждан. Они прикрывают свои тела, свои автоматы нашими гражданами, женщинами и детьми. Это свидетельство того, что они неважают и ненавидят нас, всех украинцев. И поэтому ваш обувь здесь очень важный, очень ответственный. И поэтому очень важно, что после бараката там, на Майдане, вы сейчас стоите на баракадах тут, на дальних баракадах, где сегодня наиболее необходима ваш дух и ваша подготовка. Головная цель приезда – это начало моего проезда по всему певденно-схидному региону. Я был майже неделю в Луганске. Вчера я провел встречи в Рюгоропетровске. На понедельник планую Одессу, потом Миколаев, Херсон. Проезд по всех тих областях, в которых, по наших оперативных данных, будет планироваться расхитывание ситуации. И нам известно, что визначаются даты 1-го и 9-го травня для того, чтобы дестабилизировать ситуацию в, как они говорят, в Певденно-схидном регионе. И, власне, в тих регионах нам край важно, чтобы между собой была максимально налогована совместная сотрудничество между руководством, между главой администрацией, между службой безопасности, милицией, а также с местными и громадскими организациями. И хочу также отметить, что громадские организации на сегодня в этих областях не только самоорганизованы, а проявляют зразки и мощности, и самопосвяти. И вчера, когда я встречался с самобороной, и штабом национального захиста, я могу только отметить, что тут, в Европетровске, ситуация с этим одна из лучших, в всех регионах, которые есть в Украине, но также мы знаем, что и в других регионах очень высокий уровень самоорганизации наших организаций. И, конечно, перебивая тут, в Европетровске, было важно видеть наш 1-й батальон национальной гвардии. Мы приехали не с пустыми руками, мы смогли забезпечить так необходимые для хлопцев и бронежилеты, и прилады ночного бачения, и каски. То есть все то, что в край важливо и необходимое для их службы. Они несут блокпосты, шесть блокпостов, которые находятся на меже Донецкой области. И, конечно, здесь, где возможно и проводятся провокации сепаратистов, мало иметь боевые подготовки, необходимо иметь максимальный защит, максимальное обмундирование. И, конечно, для того, чтобы с хлопцами идти на их боевый дух и ответить на их вопросы. И с удовольствием также ответить на ваши вопросы. Главный вопрос, который всех нас волнует. Какова, на ваш взгляд, вероятность вторжения российских войск? Это первое. И как лично вы оценили эффективность андитерористической операции, которая сейчас в Востоке? Очень много критических внимательств. Спасибо большое. Что до АТЦ. Конечно, что, как вы говорите, есть много критики, но надо понимать, в каких условиях работают наши солдаты и боевцы спецподразделов. Я хочу наголосить на то, что говорит в своей промове. Когда спецназовцы выставляют перед собой детей и женщин, для любой нормальной человек это величезная перекона. Вы знаете, я изучал опыт, и, наверное, каждый из вас изучал опыт и Израил, там подобная история, и Хорватии, и других стран, когда идет использование такой тактики, в любых странах и любых странах вводят в очень важный состояние, как выполнять это. Особенно в будущем в Луганске я это видел. Когда для классической операции андитерористической, когда стоит строительство и перед ней какая-то количество людей, требуется сделать очепление людей для того, чтобы углазить Альфа. И вот, когда людей выставляют перед входом, и когда в окнах стоят автоматами боевики, это, конечно, ускладняет классическое заявление про андитерористическую операцию. И поэтому не хочу комментировать действия АТЦ, потому что, згідно закону Украины, это орган, который принимает решение коллективно, который самостоятельно разработает план действий. Антитерористическая операция и члены АТЦ, они принимают решение коллегиально о поведении операции. Я хочу только объяснить, что эта дияволская тактика Путина, я ее иначе не назву, вона, звичайно, тяжкою для любой психично здоровой человек. И самое главное, вы знаете, что эта тактика, одно говорим про Босню, про Палестину, эта тактика оголошена не каким-то террористическим угрупованием, эта тактика оголошена не каким-то невизнаним углядом, эта тактика оголошена президентом Путином, керевником величезної держави, оголошена публичность, телебачення, что так повинні діяти их війська, попереду не выставляют женок и детей. И поэтому я наголошую, и сейчас говорим на том, что у нас проблема, звичайно, проблема в Словянске, в Донецке, в Луганске, но наибольшая проблема в Кремле, и имя цієї проблемы Путин. И когда мы говорим с нашими закордонными партнерами, мы говорим, что если мы его не зупинимо, Путина, с его маніакальной идеей обновления такого простору неоимперского, он не случайно говорил, что наибольшая трагедия геополитичная ХХ столеття это было снижение Радянского Союза. У него появилась маніакальная идея верудить цей простор. И если мы всем цивилизованным его не зупинимо, неведомо, где его танки опинятся завтра, в какой стране и на какой территории. И та же самая ответственность о вторгнем. Так? Мы понимаем, что это может происходить будь-якого дня. Много дня, когда начинка операции АТЦ нам передают сигналы, скажем, не буду говорить джерел, это очень авторитетные сигналы, которые говорят, если вы начнете АТЦ, если вы продолжите АТЦ, российские войска будут переходить в коридор Украины. И я особо вважаю, что это не просто тиск чужой страны, это намагание нивелировать полностью государственные органы, которые есть. И, конечно, таким тиском не можно и невозможно говорить с керевницей любой страны, в том числе и с нашей. Мы не можем знать, когда и как ему приедет эта маньякальная идея в голову перейти в кордон Украины. Мы можем знать только одно, что мы должны быть максимально готовы до того, будь-якого дня, будь-якою ночью, будь-якою годину. Дякую. Каски, это вы покупали за державные брочки? Есть заступник керевника АВС, Михаил Волочкович, бронежилеты, каски, это сейчас государство закупирует для разных подразделений. Правда в том, что Украина впервые столкнулась с проблемой, что в ней фактически война на сходе с представителями Росии. И сейчас для боевых действий необходима большинство бронежилетов высокого класса от автоматичного оружия. Сейчас государство закупирует бронежилеты высокого класса. Кроме того, гражданство также для того, чтобы помочь своим защитникам. и есть общественная инициатива, которая делается в различных министерствах, а и допомогу в этом также помогли наши общественные партнеры. Юрий Касинов, он здесь, которые помогли реализовать эту идею. для того, чтобы помогли. Держава и гражданство это как одна программа для защиты Украины. Держава закупирует бронежилеты, есть определенные процедуры, но сейчас большинство необходимого обладнания и гражданство помогает нам в том числе. Я вам скажу простее, большинство бронежилетов закуплено государства. Частина из них, причем и пятерки, которых нет, они просто передали из Майдана, гражданство, которая бронежилетов здесь, 94 бронежилетов, которые закупила государства, но часть бронежилетов, пятерки высшего класса, они находятся здесь, и на них собрали гражданство и гражданство передали через нас эти бронежилеты в частину. Это спец-обладнание, которое передано государство и Украина. Мы говорили, что не хватает медицинского обладнания. Будете решить? Министр поставил вопрос по обеспечению буквально за день будет решено. Это легче решить вопрос, а не вопрос. было спец-обладнанием, и мы его очень быстро решим. Это не информация, которое я могу с вами поделиться, потому что АТС приймае решение самостоятельно с приводу, какие подразделения мают использовать. Мы, конечно, понимаем, что первый батальон находится достаточно близко к объекту, чтобы взять участие операции, но когда, в какой форме будет приймать керівництво антирористического центра. Как вы оцениваете эффективность блокпостов? Я чему питаю, потому что за информацией из МИИ все диверсанты, кто считает диверсантами, они затриманы не на блокпостах, а на перетинг. В чом задача вообще блокпостов? Блокпосты это одна из форм затримки переезда сюда организованных групп людей. Мы понимаем, что когда идет про спецназ, невеликими группами пройти не только блокпост, а даже кордон. Это, возможно, невеликими группами. Но для того, чтобы не допустить перевезения организованных групп, которые сейчас организовываются и на кордоне с Украиной, и в России, и это очень часто даже достаточно чисельные группы, для того, чтобы допустить их появление в тихой области, и для того, чтобы захистить их на подъездах еще до областного центра, и есть сенс и задание блокпостов. Еще остальное питание в тему. Как вважаете, как вы решили эту проблему взаимоспосудов между самобороной и МВС? МВС, это максимально изменили, что когда они будут тисно сотрудничать с работниками, в том числе и милицией, мы намного эффективнее сможем проводить захист от невеликих провокативных групп, которые пытаются устанавливать ситуацию в наших областях. сенсорные